Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике с вами поговорим вновь о рассылке HyperOS 2 Global, о том, что происходит, когда вы подаете заявку на тестера, почему не приходит прошивка, да и вообще, в принципе, когда выйдет это самое обновление. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. В этом видеоролике будет рассмотрено несколько вопросов, которые часто мелькают в комментариях, как в YouTube, так и в Telegram. Первое, с чего мы с вами давайте начнем, это уже вам известный сайт с волнами рассылок для определенных смартфонов. Получается, в прошлых видеороликах мне сказали, что я был не прав в плане перевода именно этой страницы, а именно то, что вот это вот у нас, то, что я выделяю, характеризуется, как рассылка стартует в ноябре 2024 года. И как бы тут нет никаких дат, что оно конкретно в ноябре, получается, выйдет. То есть эти сроки, как бы-то, они очень расплывчатые. А вот ниже нам будет написано, что следующая рассылка ожидается в декабре 2024 года. Опять же, у меня есть вопросы, в принципе, к самой формулировке. То есть, получается, вы должны, ну, по логике вещей, в ноябре 2024 года разослать для указанных аппаратов, то есть первая волна, а потом уже вторую волну разослать на другие смартфоны. Но в реальности, что мы с вами получаем? Что вперемешку теперь все смартфоны получают обновления, и вообще, в принципе, в чем был смысл этих волн, а также указывать ноябрь или декабрь. То есть тут момент такой очень непонятный со стороны разработчиков. Но если списки, это, как бы, тема такая уже заезженная, теперь у нас становятся следующие вопросы, которые я вам хотел бы рассказать, и которые также хотел бы рассмотреть. Кстати, в телеграм-канале в своем деле эти вопросы первоначально осветил, там мы уже продискутировали на эту тему, потому если вы хотите первыми узнавать о всей такой крутой и актуальной информации о Xiaomi HyperOS, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И что же, первый вопрос, который всех интересует, что нужно сделать для того, чтобы стать тестером. Ведь первоначально только им прошивка рассылается, потом у нас выборочная рассылка, ну а после чего уже публичная стартует. И вот, допустим, вы захотели стать тестером. Первое, что вы должны понимать, что заявка подается через Xiaomi Community. Его можно скачать в PlayMarket, и дальше вам необходимо понимать следующее, что аккаунту должно быть минимум 30 дней, и как бы больше шансов на то, что вашу заявку одобрят. И хотя бы второй уровень аккаунта. Далее вам необходимо в настройках Xiaomi Community переключиться на глобальный регион. Это важное такое условие. Ну, а по поводу языка, там нет никаких особых предпочтений. После чего зайти в появившийся раздел Beta Testing, пройти тестирование, после прохождения теста вернуться назад и подать заявку. В принципе, это как должно вот именно происходить. Более визуально я уже об этом рассказывал в предыдущих видеороликах, и в описании вы также найдете на это ссылку. Но вот какая незадача у нас теперь возникает. Что вы, допустим, выполняете все вышеуказанные условия, что как бы все у вас отлично, аккаунт там все прекрасно, и тут на стадии прохождения теста вы там все прошли, набрали минимум 60 баллов, кстати говоря, что также немаловажно для того, чтобы стать тестером. И дальше, что вам необходимо будет сделать. Как я уже сказал, что вы после прохождения теста выходите назад в раздел Beta Testing, где конкретно ваше устройство, нажимаете на эту графу, и далее у вас будет такая вот надпись Submit, ну или же там как-то Approve. И получается, дальше у многих эта кнопка становится серой. С чем это связано? Связано это с тем, что наблюдается наплыв желающих, и потому сервера не выдерживают такой ажиотаж. Если же не выходит подать заявку после прохождения теста, нужно попробовать чуть позже, либо вечером, или же на следующий день. Ну вот давайте такой еще вариант с вами рассмотрим. Это уже третий вопрос, что вот вам повезло, вы подали заявку, осознаем все диски первой прошивки, но обновление нам не приходит, и что необходимо сделать? Вообще для начала нужно понимать, какой индекс вообще прошивки у вас в смартфоне. И как бы это залог успеха того, чтобы вообще в принципе осознавать, когда вам придет прошивка. В целом, как вы знаете, у Xiaomi очень большой зоопарк именно разных региональных прошивок, и также куча индексов. Но самое важное, что изначально прошивка рассылается на индекс MI, то есть глобальный, и на регион европейский, который также именуется как EU. А после уже рассылается там и на русскую прошивку, и на индонезийскую, и на тайваньскую, на индийскую, турецкую и тому подобное. И также вы еще можете у меня сейчас задать такой вопрос, а когда же на те индексы, на которые позже придет прошивка, какие вообще в принципе сроки? Точных сроков никто не знает, потому что это может быть как неделя, там 5 дней, месяц, 2 месяца, ну и так далее. То есть только разработчики об этом владеют информацией. Переходим с вами к следующему вопросу, и вот допустим вы подали заявку на нужный индекс, все отлично, в общем все там тесты прошли, но обновления нет. Что же в таком случае делать? Тут есть два варианта. Первый вариант, что прошивка отозвана. И да, для тестеров такое возможно. И вот к примеру, мой там Xiaomi 14, это ему подтверждение, что у меня есть все необходимые права тестера, и когда я откатывался и игрался с методом там подмены, мне с там других прошивок, на которые я откатывался, обновление до HyperOS 2 не приходило. И да, как бы такое в принципе возможно. И тут уже ничего не сделать. Но если вам все же хочется поставить HyperOS 2, то метод подмены, пожалуйста, можете использовать. Вариант же второй, пробовать менять регионы в настройках своего смартфона, и после каждой смены региона проверять наличие нового обновления. И теперь, наверное, самый такой часто задаваемый вопрос в комментариях, что в YouTube, что в Telegram, что в TikTok, когда же мой Poco X6 Pro, Poco F6 Pro, Xiaomi 14, там Redmi Note 13 и другие смартфоны получат обновление. И как бы это парадоксально не звучало и без всяких там приколю, что это вопрос риторический. А почему так? Потому как никакое там приложение, фан-сайт или там еще кто-то в комментариях вам точно не скажет, когда выйдет то или иное обновление. Соответственно, сроки выхода и дорожная карта находятся только у разработчиков. Лишь только они определяют то, когда выйдет в свет та или иная прошивка. Ну, конечно же, в зависимости от индексов, регионов, ну и тому подобное. И потому я от себя вам лично рекомендую не верить во всякие спекуляции на всех этих сроках, на каких-то датах. Кто-то говорит, что аппараты там получат обновление 15 января, феврале и т.д. и т.п. Я рекомендую следить за официальными обновлениями от компании. Также по возможности мы у себя публикуем всю информацию, какие аппараты получили новые обновления. И важно понимать, что компания Xiaomi всегда делает определенные такие оговорки у себя в этих списках, что сроки обновлений, там, выхода прошивок могут корректироваться. И в этот раз получилось именно так. В любом случае, для вас всю информацию будем освещать в полном объеме. Так что не забудьте подписаться на этот YouTube канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте за наш Telegram канал. Ну, а если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok